Теперь новости из Сирии. Сегодня появилась информация о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» начали оставлять свои позиции после того, как сирийские вооруженные силы при поддержке российской авиации перешли в активное наступление. Ну а наши летчики, в свою очередь, теперь чаще совершают разведывательные полеты, чтобы зафиксировать перемещение боевиков. При этом продолжаются удары по базам и командным пунктам террористов. Последние сводки из Минобороны России у Александра Лякина. Сирийская армия продолжила сегодня активную фазу наступления. Основные бои развернулись в провинции Хомс. Сообщается об освобождении двух населенных пунктов Фора и Савсафа в 220 километрах от Дамаска. Как передает информационный портал Сурия Аль-Эн, члены вооруженных группировок в панике отступают в направлении турецкой границы. Наступление развивается и к северу от Дамаска, и на юге. Сирийское командование утверждает, что это стало возможно благодаря успешным действиям российской авиации. Обстановка меняется так быстро, что ВКС России пришлось даже снизить количество боевых вылетов из-за того, что линия фронта смещается и нужно уточнять расположение целей. Боевики покидают свои прежние позиции и пытаются обустраивать новые. Российские средства разведки фиксируют эти изменения. Идет обработка и анализ получаемых данных как с наших средств, так и поступающих из информационного центра в Багдаде. Безусловно, для проверки и подтверждения данной информации мы увеличили интенсивность разведывательных полетов как авиации, так и беспилотных летательных аппаратов. Тем не менее, количество боевых вылетов исчисляется десятками. Удары наносились точечно по заранее разведанным целям. С авиабазы Хмеймим выполнено 33 боевых вылета по 32 объектам террористов в провинции Идлиб, Хама, Дамаск, Алепа и Дейр-Эс-Зор. Пока сирийская армия ведет ближние бои с исламистами, российская авиация наносит удары по инфраструктуре боевиков, уничтожая командные пункты, мастерские по производству фугасов, склады горючего, артиллерийские установки. Особое внимание средствам ПВО террористов. В районе населенного пункта Восточная Готта, это провинция Дамаск, бомбардировщики Су-34 уничтожена замаскированная огневая позиция зенитно-ракетного комплекса ОСА, ранее захваченного у сирийских вооруженных сил. В результате применения корректируемой авиабомбы КАП-500 бетонное укрытие, в котором находился комплекс, полностью разрушено. Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса ОСА уничтожена. Взаимная безопасность полетов — это пока единственный вопрос, который удалось отъявить США и их союзниками в Сирии. Как сообщили в Минобороны, военные специалисты России и США в конструктивной атмосфере готовят документ, в котором будут оговорены все возможные аспекты безопасного применения авиации против боевиков ИГИЛ. А вот с израильскими ВВС сегодня даже проведена первая совместная тренировка для предотвращения опасных происшествий в небе. Кроме того, установлена прямая связь между российскими военными на авиабазе Хмеймим и командным пунктом ВВС Израиля. Александр Лякин, Виктор Аверин, Александр Горностаев, Первый канал. Виктор Аверин. Продолжение следует...